Всем бокс, братва! С вами Рома Михайлов, YouTube-канал Всембокс! В это воскресенье в Австралии, в Сиднее пройдет бой, который не должен пропустить ни один фанат бокса. Бой, в котором австралийский, так скажем, боксер Тим Дзю встретится с американцем Тони Харрисоном. Поразойдет это в весовой категории до 69-850, это первый средний вес, а где смотреть это произойдет, вы знаете. Как всегда, в телеграм-канале Всембокс! Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Ну а что же нам будет и почему вообще будет этот бой? Ведь все мы помним, что Тим Дзю должен был драться за чемпионский титул с абсолютным чемпионом Джермелом Чарла. Бой должен был произойти 28 января этого года, но Джермел в спаррингах при подготовке к этому бою сломал руку. В двух местах повредил кисть между мизинцем и безымянным, и большой, короче, распрячил ее просто конкретно, чему сам очень-очень сильно расстроился. И мне кажется, здесь Джермелу можно доверять, потому что мы знаем, как он боксирует, мы знаем, как он вкладывается в каждый удар. И, безусловно, на тренировке он делает это точно так же. Очень жаль, очень жаль, что это так произошло. Сам чемп очень сильно расстроен. Кто-то, может быть, думает, что вот он слетел специально. Да вы что, ребята, неужели вы думаете, что Чарла опасался Дзю? Нет, совершенно это не так. Чарла получил действительно травму, и этот бой перенесся. Перенесся на неопределенный срок. И что же вы думаете, как же поступила команда Тима Дзю, которая наконец-то вывела Тима на чемпионский бой, да еще и с Абсолютом. Они сказали, подождем, подождем, пока Чарла восстановится, базара нет и побоксируем. Вы думаете так? Рационально было бы принять им решение. Но нет, но нет. Они говорят, нет, мы все равно будем драться, простаивать мы не будем. И назначают на март нового соперника, которым становится Тони Харрис. А кто такой Тони Харрис, ребятки? Это какой-то просто Джорни, какой-то парень, с которым можно просто побоксировать, так скажем, чтобы сохранить форму. Нет, ребята, это единственный боксер, который бил Чемпа, который бил Чарла. Он избил Чарла один раз, и во втором бою, в котором он проиграл нокаутом в одиннадцатом раунде. Он проиграл, почему? Потому что стал просто устраивать браваду и кайфовать. И пропустил удар, пропустил удар, но там был нокдаун. Пропустил удар, но он встал. Пропустил удар, но встал еще раз, пропустил удар, но рефери остановил этот бой. Это не было глухого нокаута никакого. Ребята, если вы не знаете Тони Харрисона, я вам просто гарантирую, что вам безусловно понравится этот боксер. Это великолепный боец. Просто, ну, других слов не знаешь. Великолепный боец с великолепной школой бокса. Почему вы скажете, я так говорю? Да потому что просто посмотрите на его бои. Просто посмотрите на его технику. И просто послушайте, где он тренировался. Он выпускник зала Кронг. Несмотря на то, что он так же, как и Тим, является, так скажем, выпускником боксерской семьи. И его отец, и его дед боксеры. И тренирует его отец. Очень большой период времени он тренировался в Кронге. А вы знаете, как я люблю и уважаю Кронг. Кронг это самый приближенный к нашей школе бокса зал в США. И вот именно там тренировался этот Тони Харрисон. Этот великолепный технарь, который без преувеличения умеет делать в ринге все. Этот великолепный технарь, который дрался на высочайшем уровне. И три поражения, которые есть у него в рекорде. Я вас уверяю, совершенно ни о чем не говорят. Только лишь о том, что он дрался с теми парнями, которым можно проиграть. А не с теми парнями, у которых можно только выиграть. Вы спросите, а что в любителях? А какая база? Были бои. Боев было у него 80-90. Как вы помните, у Тима очень красивый рекорд в любителях. По-моему, 37-1, 39-1. У Харрисона рекорд 90 боев, из которых он всего лишь 14 или 13 проиграл. Но, друзья, побойтесь бокса. Побойтесь бокса. Любительский бокс в Австралии и любительский бокс в США. Побойтесь бокса. Дальше, профессиональная карьера. Друзья, Тим с 2017 года в профи. Ну, а Харрисона в профи с 2011 года. Какой путь прошел этот боксер? Хотя, разница в возрасте всего 4 года. Всего 4 года. 28 лет Тим, 32 года в Тоне. Тони и Тим, кстати, ТТ. Будет там ТТ просто стрелять, пылять. Я думаю, у вас в Альфа все стороны будет летать. Огромный опыт. И карьера, опять же, карьера построенная в США. И карьера построенная в Австралии. Побойтесь бокса, ребята. Побойтесь бокса просто. Мы все все понимаем. Мы все все понимаем. Как сказал недавно сам Тони в своем интервью. Мы совершенно разные боксеры с Тимом. Потому что он ехал к этому бою на лифте. За ним стояли деньги. Его вели. Ну, а я поднимался по лестнице. И вот я поднялся. И совершенно не понимаю, как он оказался здесь. Полностью уверен в себе Тони. Но полностью уверен в себе и Тим, который обещает нокаутировать Тони. Ну, а в чем уверены, вот я не понимаю, организаторы этого боя? Почему они выбирают именно Харрисона? Тим, первый номер рейтинга WBO. Харрисон, третий номер рейтинга WBO. Тим действительно двигается по WBO. И этот бой, этот бой, так скажем, за временного чемпиона. Потому что основной чемпион травмирован. То есть временным чемпионом станет победитель этого боя. И если тот чемпион, который травмирован, Чарлова, когда выздоровеет, откажется его защищать, то после него просто заберут и отдадут одному из этих парней. Но зачем? Зачем? Неужели? Вот вы просто у меня в голове не укралися. Вы просто вдумайтесь в ситуацию. 28 января должен был быть бой. За месяц до боя Чарла получает травму. Ну, все понятно. Только пошли. Вы представляете, какая ирония? Только пошли спарринги. Друзья, пошел второй месяц подготовки. И сразу же травма. Но сразу же нам сказали, что он будет драться с Тони Харрисоном, Тим. Нет. Это произошло только через месяц. Понимаете? И только в конце января мы узнали, что Тони будет драться с ним. Чего они тянули? Зачем они тянули? Почему? А может быть они хотели притормозить подготовку Тони Харрисона? Друзья, Тони не дрался год. В целом, за прошедшие три года, после своего второго боя с Чарла, Тони провел всего три поединка. За это время Тим провел семь поединков. То есть, действительно, боевая практика его за последнее время превосходит. Ну, с кем? Это другой вопрос. Но были там нормальные ребята? Были. Боевая практика действительно имеет очень большое значение в боксе. И в этом случае можно в это поверить. Да? Что именно на это ставка. А чем занимался Харрисон? Чем занимался Харрисон последний год, я спрошу? Друзья, для этого есть Инстаграм. И не Инстаграм всем вовсе, на который вы почему-то не подписаны до сих пор. Обязательно подпишитесь. Там контент, которого нет больше нигде. Обязательно подпишитесь. Так вот, по Инстаграму Тони Харрисона ясно, что весь прошедший год, что вы думаете он делал? Он тренировал мешков. То есть, он просто тренировал каких-то людей обычных, которые занимаются для себя. Группу здоровья, так скажем. И только лишь вот когда объявили этот бой, появились фотки, что он начал тренироваться. То есть, единственное, мне кажется, вот на это они могут делать ставку. На это они могут делать ставку. Что действительно Харрисон простое. Кто-то скажет, Харрисон пробитый, Харрисон падал. Да, Харрисон падал. Но падал и Тим. А Харрисон, когда падал, вставал. Но вставал и Тим. Харрисон проигрывал досрочно. Тим еще не проигрывал. Но с теми ли ребятами дрался Тим, с которыми дрался Харрисон? Кому проигрывал Харрисон? Проигрывал Чарло, проигрывал Херду. Просто огромнейшему Херду, который такое впечатление весит 90, а боксирует 69. Это большой вопрос. Просто большой вопрос. Как, кстати, и большой рост. Вот большой рост у Тони Харриса на ребятке-то в 69. Большой рост. Потому что Тим, мы прямо скажем, не выдающегося роста. Но длина рук у него хорошая. Рич на 10 сантиметров практически превосходит его рост. И казалось бы, да, это Рич, который можно контролить. Но, ребятки, Тони Харрисон превосходит Тима в росте на десятку. И в Риче тоже самое. То есть Тони Харрисон больше. Он выше его. Больше, конечно, мощнее Тим. Но Тим панчер. Тим ниже. Харрисон выше. У Харрисона больше рост. И у Харрисона, ребятки, я скажу вам откровенно, на мой взгляд, намного выше класс бокса. Харрисон намного более классный боксер, чем Тим. Харрисон намного более разнообразный боксер, чем Тим. Но Харрисон, дело в том, что он по своему стилю боксер. Он боксер-игровик. Со своими плюсами и минусами. А Тим это панчер. Это активный панчер, который может прессинговать просто на протяжении всего боя. И вот именно вот эти стили, вот это вот сочетание боксер-игровик-тихнарь против панчера. Ребята, всегда, всегда, еще со времен Мухаммеда Али делают нам великолепные бои. Это лучшая смесь. Лучшая смесь. Особенно, когда у технаря и у игрока есть удар. Ой, какой есть удар. Возможно, промоутеры подумали. Вот Харрисон долго не тренировался, у него просядет выносливость. Я не видел, чтобы у Харрисона когда-то просаживалась выносливость вообще. Почему? Потому что Харрисон работает очень расслабленно. Он работает на скорость, на точность. И поэтому он не забивается в течение боя. Проблемы у Харрисона, когда у него начинается бравада. Это проблемы, которые есть у многих хороших игровиков. Если ты хороший игрок, если ты все видишь, если ты одурачиваешь своего соперника так, так, кручу-верчу, запутать хочу, волшебника Сулеймана, все по-честному, без обмана, то в какой-то момент ты перестаешь думать о защите. И пропускаешь этот удар, как произошло в бою, последним его с Чарлом. Но какова защита у Тима? У Тима есть проблемы с защитой. Они есть давно, и работа над ними, честно скажу, особо не видна. И эти проблемы, они наиболее ярко в этом бою могут сказаться в тех моментах, когда Тим будет пытаться сократить дистанцию, чтобы зайти на среднюю ближнюю. Потому что Харрисон великолепно умеет встречать. Он умеет и сайдстеп, и назад, и встречать, и в ответ, и в перехват. Очень разносторонний боксер в вариативности работы вторым номером. И в ответ, и в отдачу, и в недодачу. И Тиму Дзю он задаст очень-очень сложную задачу. Просто, я думаю, сложнейшая задача в карьере Тима Дзю. Одно дело, когда ты панчер с панчером, с боксером, но вот с таким игровиком это будет реальная проблема. Или я чего-то не знаю, друзья. Я скажу вам честно, на данный момент я вижу этот бой как ошибку. Как просто огромную, возможно, фатальную ошибку команды Тима Дзю. Вообще, выходить на Чарла уже были вопросы, что казалось, что Тиму нужно съездить в США, еще побоксировать с парнями, прежде чем выходить на чемпионский бой. Но, быть может, тогда бы не было этой, так скажем, возможности. Ладно, но сейчас, когда чемпионский бой слетел, и можно было побоксировать по большому счету с кем угодно, зачем брать такого бойца, который на самом деле, ну, наверное, во всем, кроме мощи, превосходит Тима Дзю. Просто во всем. Но после простоя. Но после простоя. Зачем? То есть сейчас это выглядит как огромная ошибка. Потому что одно дело, да, гипотетически, проиграть Чарлу, проиграть абсолютному чемпиона мира, проиграть в какой-то рубке, в размене оба панчеры, и Чарлу, и Дзю. Упасть и там второй бой, третий сделать, это одно. А другое дело проиграть Харрисону. После простоя, которого многие забыли, уже и не знают. К сожалению. Это разные, это совершенно разные имиджевые риски и потенциальные имиджевые потери. На мой взгляд. Либо я что-то не знаю, чего знают они. Это мы посмотрим. Другое дело, да, Австралия. Я вам скажу, друзья, честно. Я не вижу, как Дзю может выиграть по очкам у Харрисона. За счет чего? За счет чего он может его перебоксировать? Надо. Сто процентов. Не может. Он может перебоксировать Харрисона только на записках судей. Своих соотечественников. Вот это да. Это он может. Но так нет. Может ли он нокаутировать Харрисона? Может. Может отправить его в нокдаун. Могут остановить. Харрисон может заиграться, как с ним это обычно бывает. У Харрисона может пропасть там немножечко чуйка, потому что у него очень много на чуйке построено. Очень пластичный боксер. Может попасть, может досрочно выиграть. Но перебоксировать Харрисона, но так как он может сам досрочно выиграть у Харрисона, так он и может и сам досрочно проиграть Харрисона. Честно скажу, я не понимаю, почему букмекеры дают такие коэффициенты. Что там? 1,33 Дзю и около 3 на Харрисона. Они что-то знают. Возможно, чего не знаем мы. Или, возможно, они не разбираются в боксе. Такое, вероятно, тоже. Но они разбираются в бабках, понимаете? Их не хотят терять. Просто не хотят терять. Друзья, что мы будем видеть вообще в этом бою? Безусловно, Тиму надо газовать. Тим — это реальный просто гладиатор. Это реальный воин, гладиатор и панчер, который выходит в ринг только за нокаутом. И, безусловно, с самого начала боя ему нужно пытаться реализовать себя. Но насколько будет это сложно, друзья, вы не представляете, какая хорошая передняя рука у Тони. Как он контролирует. Вы скажете, ну ладно, через переднюю пройдет, ближнюю зайдет. Там такие вязки-завязки, там морские узлы просто вяжет он. Там просто не распутаешься из этих рук длиннющих, Харрисона. Очень, очень подготовленный боксер. Очень тяжело с ним будет Тиму. Опять же, надежда только на то, что он после простоя, и мы чего-то не знаем. Или надежда на то, что он заиграется и пропустит. Ну и, конечно, у панчера всегда есть шанс. Всегда есть шанс у панчера. И этот бой, безусловно, не исключение. Две боксерские семьи встречаются. Понятно, что будет в углу, как всегда, отец и тренер Тони. Будет ли в углу Костя, я не знаю. Честно говоря, не понимаю, почему Константина нет в углу. И мне кажется, что это именно тот бой, в котором он должен быть в углу. Особенно учитывая то, что бой будет все-таки не в США, а в Австралии, где, в принципе, у него паспорт. Где у него паспорт, он может прилететь без каких-либо проблем. Мне кажется, очень нужен, очень нужен будет папа в бою. Почему? Потому что может случиться такой момент, что Дзю будут переигрывать. У него будут переигрывать, и у него будут какие-то моменты, когда он не будет понимать, как найти ключ. Как найти ключ К Тони. И вот в этот момент нужна будет не тактическая, техническая подсказка, а именно эмоциональная накрутка. Эмоциональная накрутка, чтобы он перебил, чтобы он все-таки Тони засадил. Просто ждем, ждем, ждем. В телеграм-канале Всембокс ссылка в описании, ссылка в закрепленном комментарии. Вместе со мной будем этот бой смотреть. Вы мне онлайн можете писать, что я там был прав, я там не прав, я что-то придумал, пуха накинул. Ребята, ну, кто считает, что я накидываю пуха на Харрисона, тот либо промоутер, промоутер, хотел сказать, Костика, промоутер Тима, либо Дант Наушит Баут Бакс. То есть тут два варианта. Просто два варианта. Судьбоносный бой для Тима. Как он пройдет, мы узнаем с вами уже в это воскресенье. Не пропускаем. Классика бокса, которая стара как мир. Игрок против панчера. Кто победит, рассудит его величество бокс. КОНЕЦ